Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Доброчинная акция «Подарим шанс» объеднала тех, кто широ ожидает помощи бездомным живелам, которые за бездушность и жесткость своих господаров опынулись на улице. Свою подтримку простворшие номеры выказывали новодети. Кульминацией мероприемства стало знакомство с головными героями акции. Господаров шукали 34 коты и 33 собаки. Усеяны находились на часовой перетрымце волонтерского руху по обороне бездомных живел «Подарим шанс». Представленные на акции живелы были прищеплены, дорослые, стерилизованные. Присутным дозволялось их гладить и навод брать на руки. Одных раджане покидали акцию, хиба что не со слезами на вашах, а летак и не выбравшись обед домашнего годованца. И иншие вертались до дому по особливому счастливыми, с шасвероногим сябром у руках. Сказали, что это девочка и зовут ее малышка пока. А там уже как мы ее, может, и так будем звать малышкой. У нас мальчики были тоже малышки, малыши, мальчики. А это красавица наша, будет красавица, девочка. У нас внуков много, внуки тоже ждут. Жить она будет у нас в доме. Ну, зимой, а на лето уже в будочку перейдет. Мы вообще-то для мамы ищем друга в деревню, чтобы помогал мыши ловить. Мы животных любим. Знаем, что этот котик был бездомный. Надеемся, что у моей мамы ему будет очень хорошо. У вынику подчас акции свой дом знайшли 25 живел. Но воспеченные господары тут же на месте смогли отримать бесплатную консультацию ветеринарного врача. У сего за годы иснования волонтерского руху, подари им шанс, вырытого на больше, как тысяча бездомных живел. Шмат зроблено поражение их проблем. Подчас доброчинной акции у Гомеля так само працавали специальные пункты, куда необъяковые горожане могли принести корм, леки и иншие необходные принадлежности. Зараз на часовый перетрымце волонтерского руху застается больше, как 200 бездомных живел. Оказать им допомогу за все, где можете и вы. В принципе, у нас в социальных сетях существуют группы, где у нас огромная активность. Контакт, одноклассники, фейсбук, у нас есть свой сайт. Поэтому люди могут заходить туда, предлагать свою помощь, либо спрашивать, задавать вопросы. Мы обязательно ответим по возможности. Мы всегда рады любой помощи. Это не должна быть финансовая помощь. Это могут быть корма, лекарства, амуниция, палатки, ошейники и так далее. Мы рады любой помощи, которую нам оказывают гомельчане. Вероника Варашилина, Валерий Гопаньку, телерадио «Кампания Гомель». У Гомеля отбылся 10-й турнир по мини-футболе памяти Александра Минина. У дел примали 23 команды предприемства у дорожной господарки з усей краины. Александр Минин с 1994 по 2005 год узначали у предприемства «Белаутодар». А кроме того, его имя тесно связано с белорусским мини-футболом. Он был одним из инициаторов створения команды «Дорожник». Один из самых татулованных белорусских клубов и зараз выступает в высшейшей лизе чемпионату Белоруссии. А мини-футбол – самый популярный вид спорта у работников дорожной господарки. Уровень турнира растет с каждым годом. Команды показывают очень хорошую игру, большинство команд. Все стараются на этот турнир, укрепляются и все хотят выиграть. Турнир проводился у два этапа. Лепшие по выниках группового этапа протягнули братьбу у плей-офф. У вынику до финала дошли команды дорожнобудовничих треста у номер 2 с Гомеля и номер 6 с Гродно. Гомельчане перемогли соперника зликом 1-0. Третье место заняла команда столичного дорожнобудовничого треста номер 7. И на этом выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Мы сочим с разведцем подеи у Гомеля в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова